Лицемерная любовь уже не на степле, это дальше и сегодня я буду рассказывать о своей, так сказать, концепции, по которой я делаю клипы. Не то, чтобы это было кому-то интересно, но вдруг. По-хорошему бы это видео стоило бы опубликовать на канале с моими аниме клипами, но по ряду определенных причин я не хочу, чтобы там появлялась моя мордашка. Поэтому выкладываю здесь. Итак, клипы у меня делятся на два вида. Я делю это посвященное одному конкретному аниме и так называемому миксовому, где между собой сочетаются кадры из совершенно разных аниме. И у меня есть три отправные точки вдохновения, от которых я отталкиваюсь, когда делаю клипы. Это первое, это если я слышу музыку какую-то, которая меня вдохновляет и мне хочется под нее сделать клип. Второе, это аниме, которое меня вдохновляет и тогда я ищу подходящую музыку, чтобы воплотить свою идею клипа. И третье, необходимость. Новый год, 1 марта, ой, 1 апреля, 8 марта и прочие праздники, вот, то есть в честь чего-то. Единственное, в честь 9 мая я не решила сделать аниме клип, потому что в конце концов Япония входила в гитлерскую коалицию, воевала против нас. И мне показалось, что это не вполне будет правильно. Для нарезки. У меня отдельная программа была для нарезки кадров и для монтажа. Для нарезки кадров у меня Virtual Dab служит. Все названия я напишу в инфобаре. Вот, там минус в том, что он вылезает кадры только из видеоформата AVI. Вот, для прочих же форматов у меня есть онлайн-резчик. Я оставлю на него ссылку. Вот, а монтирую я видео, клипы в той же программу, в которой я редактирую свои обычные видео для этого канала. Pinnacle Studio 15. Прочие версии мне как-то не понравились. Не понравились, а 15 как раз по душе пришлось. Итак, проще всего сделать клипы. Когда оно посвящено одно аниме, не надо искать кадры по множеству, скачивать их, доставать вот эту резалку. И когда в сочетании с этим не песня, аудиодорожка, а просто музыка, мелодия. Чуть посложнее, но тоже очень просто, когда песня на иностранном языке, потому что зритель не всегда понимает, что поется в этой песне, поэтому здесь самое главное – это видеоряд. И, конечно, самый сложный вид клипов – это когда кадры из разных аниме, и песня на русском языке, потому что здесь нужно делать так, чтобы каждый кадр подходил к видеодорожке. И если, допустим, в случае с простой мелодией без слов, можно просто выделить все подготовленные видеокадры, кинуть их на видеодорожку, кинуть, значит, на аудиодорожку мелодию, добавить переходов, все, клип готов, то, допустим, под русский язык, песню, ты вставляешь кадр, вставляешь переход, потому что переход немножко съедает сам кадр, просматриваешь, что получилось, и вот так весь клип. Имейте в виду, что, ну, где-то ориентировочно, там, если песня длится полторы минуты, то это где-то клип кадров, ну, отрезков 15-20 штук. Если это более стандартного размера песня в три минуты, то в два-три раза больше, соответственно, то есть 30-40 кадров. Причем, если это песня, клип романтического плана, кадров гораздо больше, вот, допустим, я Инуяшу делала клип, называется «Любовь Инуяши», там было, по-моему, где-то около 140 кадров, и мне даже немножечко не хватило, и это хитрило немножечко, чуть-чуть. Так вот, что касается моих планов, значит, я досмотрела первый сезон «Темного дворецкого», и на следующей неделе появится клип, я правда еще не знаю, как его назвать, он уже смонтирован, его осталось только сконвертировать, почему же он появится только на следующей неделе? Это мой несколько причин. Во-первых, я так заметила, что когда монтируешь клип, и слух, и зрение замыливается, и при итоговой прогонке ты не замечаешь каких-то недочетов, которые бы заметила, если бы прошло какое-то время между монтажом и итоговой прогонкой. Допустим, тоже клип «Любов Финуяш», я когда его посмотрела где-то через неделю, пересмотрела, и обнаружила такой очевидный, прям вот там минус, я прям удивилась, что я не заметила, поэтому теперь я монтирую клип, но потом я сохраняю проект не сконвертированным, и выжидаю где-то неделю, ну, может поменьше дня, 4-3, осуществляю итоговую прогонку, и если меня все устраивает, то я уже конвертирую и выкладываю. Зато на этой неделе появится клип по аниме «Чудачество любви не помеха». Совершенно безумное аниме, кстати. Ещё, вот я тут всё говорю про монтаж, 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 а как же подготовка кадров. Тут тоже есть два варианта развития событий. Если это миксовое аниме, или сама идея клипа мне пришла только в конце просмотра его, то мне, конечно, приходится запускать виртуал таб, о котором я уже говорила. Там есть такая функция, что на кнопку нажимаешь, и он на несколько кадров перескакивает вперёд. И вот таким вот образом, у меня, наверное, скоро указательный палец отталится, я просматриваю серии в поисках подходящих кадров. Это просто ужас. Самый лёгкий, самый оптимальный, самый кайфовый способ – это когда ты ещё в начале просмотра аниме поделилась с темой аниме, с темой, какие тебе кадры нужны. И ты просто смотришь аниме, и когда видишь кадр, который тебе понадобится в будущем, записываешь тайминг его, а потом просто вырезаешь и скидываешь в папку. Всё. Таким вот образом я, кстати, делала и Любовь, и Нуяши, и клип по Наруто, как же называется, по-моему, «Я лучше стану», что-то такое. Вот, кстати, по Наруто. Я собирала кадры три месяца. Потому что песня там сильная. Вот, кадры мне приходилось долго высматривать. Чуть не чокнулась. Вот, но в итоге получилось не совсем то, что я задумывала. Несколько похуже. Но зацените, я три месяца кадры эти копила. Кстати, тоже это мне немножко не хватило, пришлось хитреть. На некоторые ловочки идти, чтобы как-то так. Потому что надо, наверное, всё. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Не забывайте подписаться на мой тот канал с анимой клипами. А то как-то грустно 10 подписчиков съем. Ну, у меня там клипы соответствующие. Да, я не профи. Ну, что тут по-другому. Так что желаю вам хорошей погоды, прекрасного настроения. Пока и до скорых встреч.